Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели» подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Левчук, и мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. В 105-летие Вооруженных сил Беларуси и День защитника Отечества отпраздновала Брещена. Эта дата – память о тех, кто стоял у истоков зарождения армии молодого советского государства в годы Гражданской войны, участвовал в создании Белорусского военного округа в межвоенный период и отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, кто в течение десятилетий защищал завоевание Великой Победы. Дом, который построил Брежил строй. По инициативе губернатора области Юрия Шулейко и по личному распоряжению президента страны в нашем городе был возведен арендный дом для сотрудников Брестской областной клинической больницы. СНГ, Прибалтика, Польша, Марокко, Сирия. География поставок оборудования предприятия «Стим», коллектив которого отметил 25-летие со дня создания. В чем секрет успеха «Стимовцев»? Наш корреспондент Анастасия Мелешкевич узнала у генерального директора группы компании «Стим» Дмитрия Черненко. Съемочная группа «Бук-ТВ» побывала на одном из филиалов сельскохозяйственного предприятия Каменецкого района Открытого акционерного общества «Беловежский Отечество». Готовы ли техника к выходу в поля, выясняли наши корреспонденты. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. День защитника Отечества и 105-летие Вооруженных сил Республики Беларусь отметила страна. Этот поистине всенародный праздник знаменует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг защитников Отечества всех поколений. В последние десятилетия делается все возможное для поднятия престижа и авторитета воинской службы. Проведенное реформирование и последующее развитие Вооруженных сил позволило придать армии современный облик, оптимизировать структуру и численность. Современный солдат – это воин, подготовленный в различных направлениях службы, готовый выполнить поставленную задачу четко и конкретно. Торжественные мероприятия, приуроченные и посвященные 105-летнему юбилею, прошли во всех уголках нашей страны. В областном центре поздравления принимали защитники Отечества всех поколений. День защитника Отечества и Вооруженных сил – это праздник, который символизирует дань глубокого уважения к нашей героической истории, олицетворяет преемственность ратных традиций, является признанием заслуг военнослужащих всех поколений. В нашем городе ежегодно этот день открывает церемония возложения цветов к вечному огню Брестской крепости. На площади церемониалов собрались жители и гости Бреста, представители власти, общественных объединений, молодежь и ветераны, но в центре внимания в этот особенный день – военнослужащие. В этом году исполняется 105 лет со дня образования Вооруженных сил, и нынешние защитники Отечества достойно выполняют свой воинский долг, являясь продолжателями традиций своих предшественников. Как известно, Брест – это западный фортпост нашей страны, и сегодня в Бресте дислоцируются воинские части действительно с такими серьезными традициями, с серьезными успехами. Практически все рода и виды войск, которые представлены в Вооруженных силах Республики Беларусь, есть у нас на Брещене. И мне, как начальнику гарнизона, очень приятно, что все эти воинские части на протяжении уже долгого времени показывают отличные результаты, занимают первые места, добиваются высоких результатов не только на наших учениях, тренировках, но и на международных армейских играх. С уважением к мужеству и отваге защитников Родины отмечают 23 февраля не только военнослужащие, но и все, для кого не безразлична судьба страны. Ведь этот праздник давно уже вышел за рамки чисто профессионального и стал по-настоящему всенародным. Это праздник, вы знаете, это праздник не только защитников Отечества, это вообще всего нашего народа. Потому что если бы армии не было, не было бы нас, белорусов. Мы обязаны тем, что вот сейчас у нас такое прекрасное государство. В благодарность за это, в память о героических предках и в честь праздника в нашем городе был организован автопробег с участием военной техники и личного автотранспорта. Колонна проследовала от стен Брестской крепости до места расположения 38-й бригады. На праздничный день, 23 февраля, объединились все. Жители города Бреста, общественные организации, неравнодушные люди. Мы решили проехать по улицам города Бреста, чтобы акцентировать внимание на том, что мы вместе, мы едины. Что для нас это очень серьезный, очень важный праздник. И, по-моему, нам это удалось. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать здоровья, пожелать счастья, удачи, мирного неба над головой. Военнослужащие Брестского гарнизона неоднократно подтверждали, что мастерство, профессиональные навыки и качество находятся у них на самом высоком уровне. А потому День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь прекрасный повод, чтобы отметить почетными грамотами и благодарностями лучших солдат и офицеров, доказавших преданность армейским идеалам и достойно проявивших себя в военном деле. Батареи 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Знаменательный день, как для любого военнослужащего человека, который отдал верность присяге на верность своей родине. Чувствую гордость за людей в погонах, людей, которые верны своей родине. Я думаю, это чувства, которые присущи каждому военнослужащему. 23 февраля, День защитника Отечества. У нас в Вооруженных силах служат и девушки, которые тоже являются военнослужащими и защитниками в коем-то роде. У меня уже в этом году 20 лет отдала воинской службе. И продолжаю служить, и еще есть желание служить дальше. Очень приятно, что в этот день, в этот праздник отметили и поздравили. Спасибо огромное. Армия – это офицеры и солдаты. Каждого из них ждут дома родные и близкие, и, конечно же, мама. Слова благодарности звучали и в их адрес, ведь именно они воспитали достойных сыновей и защитников родины. Вооруженные силы Республики Беларусь, наши, они сегодня находятся на очень высоком уровне. И, конечно же, мы, то есть вот эта коммуникация с родителями, она налажена, и нам все объяснили с большей части. Ну, стало поспокойнее. Конечно, вначале это сопли, переживания, но надо собраться. Их забрали всего лишь на полтора года. Сегодня надо переживать о том, что их вернут нам через полтора года, вернут уже мужчинами, вернут с определенными целями, мечтами, с картинкой. А наша задача что сделать? Не испортить это, да, не испортить это воспитание, а помочь, направить, поддержать. Плакала, переживала, чтобы все хорошо было. Он в печи попал, в первую учебку у меня был. Ну, что тут сказать. Самое главное, чтобы все хорошо обошлось, и все. Мужчина и стал настоящим. Настоящий мужчина стал. Покруляйте, сыночек. Торжественное, яркое и громкое мероприятие продолжилось в большом зале с участием председателя госполкома. Александр Рогачук неоднократно подчеркивал, что люди в погонах, которые несут ответственность за судьбу Родины, в Бресте на особым счету. 2023 год не стал исключением. В такой прекрасный, яркий день, День защитников Отечества, со сцены звучали самые искренние пожелания и слова признательности в адрес непосредственных хранителей спокойствия и мира, нашей земле, людей в форме, тех, кто днем и ночью следит за безопасностью нашей страны. Очевидно, что в этом году мы еще с большим уважением и с вниманием относимся к людям в погонах. Мы еще больше уважаем тех людей и будем стараться, чтобы их было максимально больше, которые готовы одеть погоны по первому зову нашей Родины. Абсолютно понятно, что защита Отечества – это не только военная защита. Теперь это уже право называться мужчиной, женщиной. Теперь это переходит в очень многие плоскости, и все, кто празднует именно сегодня, 23 февраля, праздник – это реально воины добра, это воины стилетра. И я не сомневаюсь, что таких воинов в Бресте 350 тысяч. С праздником вас! За высокие результаты в профессиональной деятельности, безупречном выполнении воинских обязанностей, офицеры Брестского гарнизона были награждены почетными грамотами от руководства города. Такой знак внимания – это не только отметка за хороший труд, но и стимул работать дальше над собой и своим воинским составом. 23 февраля – это еще одна возможность сказать нашим военнослужащим-защитникам неба и земли, что их труд нужен и важен, что их ценят и уважают. Ведь защита Родины – обязанность настоящих мужчин, которым важно знать, что их граждане благодаря им чувствуют себя спокойно и под защитой. ПЕСНЯ Ярким продолжением воинских традиций стал офицерский бал, проведение которого неразрывно связано с историей воинства и сегодня. Как сто и более лет назад в парадных и гостиных кружились изящные пары. Офицеры в мундирах, их спутницы в вечерних роскошных платьях. ПЕСНЯ Давняя и долгая хорошая традиция проведения офицерских балов. И, к сожалению, после 2020 года с приходом к нам пандемии эта традиция была немножко утрачена. Но сегодня, когда эпидемическая обстановка стабилизировалась, мы вновь возобновляем проведение офицерских балов. Если предыдущие мы проводили в филармонии, ну, конечно, хорошее место, прекрасные люди, но, тем не менее, здесь в театре все-таки это добавляет какого-то такого высокого. Отбор для участия в балу был достаточно жесткий. Очень много желающих было, в основном из молодых офицеров, которые имеют желание поучаствовать в балу, как в старой доброй традиции. Плюс они с супругами прошли достаточно серьезную школу подготовки. В течение месяца они готовились, ходили на занятия. Я очень горжусь, что принял участие в данном мероприятии, так как для меня это в первую очередь уважение и великая память своим предкам. Это гордость всякий раз, когда проходят парады, на которых я тоже смотрела на своего мужа, как он шел. Это большая гордость разделять с ним эти эмоции, эти чувства, эту радость в какой-то степени. И это большая честь. Защитники Отечества – доблесть и гордость белорусского народа. Мужество, честь и надежда страны. В вооруженных силах Республики Беларусь служат люди особого качества. Золотым фондом армии всегда были и остаются офицеры. Это гордое звание и, конечно же, героическая профессия. Лечить людей, восстанавливать их здоровье, врачевать их души, нести ответственность за других – все это предполагает одна из самых благородных профессий – профессия врача. И как важно в каждом учреждении здравоохранения иметь докторов, медицинских сестер, которые умеют сделать людей здоровыми и счастливыми, поскольку они здоровы. Фразы из советских времен «кадры» решают все актуально сегодня, как никогда. В Брестской областной клинической больнице маститый коллектив докторов молодых коллег учит, наставляет, отправляет на стажировки. Потому расставаться с обученными кадрами весьма не хочется. Выход один. Их необходимо удержать. Конечно, материальный фактор здесь играет важную роль, но не менее, а может быть и более определяющий обеспеченность жильем. Понимая это, губернатор области Юрий Шулейко инициировал строительство арендного дома для медработников Брестской областной клинической больницы. Инициативу поддержал и одобрил глава государства. И вот дом, который построила компания «Брежилстрой», радует новых жильцов. Торжественное открытие прошло под звуки аплодисментов. Этот февральский день стал настоящим праздником для 80 медицинских работников Брестской областной клинической больницы и их семей. Еще в прошлом году многие из них жили в общежитии, ютились с родственниками или ездили на работу за несколько десятков километров. А сегодня для них открывают новый арендный дом. Нас переполняет огромная радость. Это неожиданное событие для нашей семьи. Для молодой семьи вопрос жилья всегда актуален. Сейчас у нас он решен. Нас все поздравляют. Мы даже сами еще не верим в то, что произошло. До этого мы были на съемном жилье. Мы жили до этого в общежитии. У нас сейчас будет новая комната с моей сестрой. Ура! Ждал жилье в течение 7 лет. Очень приятно, что получил квартиру в этом новом доме. На третьем этаже. Десятая квартира. Я очень признаю нашу администрацию, что они предоставляют нам жилье. И мы продлеваем контракты. Это очень прекрасно, что у нас есть жилье, и мы можем работать в дальнейшем. Никако не переходить. Я работаю врачом-реаниматологом Брестской областной клинической больницы. Работаю полтора года. Квартиру получили на десятом этаже этого дома. Что для нас это значит? Это очень большое значение имеет. Мы очень рады и счастливы. Ждали давно. С момента начала работы я ждал. Я медсестра-анестезист. С третьей реанимации. Не так давно я работаю в этой сфере. Молодой специалист. После колледжа пришла сюда на отработку. По критериям я сразу прошла. Нам предоставили трехкомнатную квартиру. На данный момент мы проживаем в общежитии. Дети очень ждали, что получим свою квартиру. Будет у всех свои комнаты. Очень рады, довольны. В том, чтобы строительство первого арендного дома для медработников в Беларуси стало возможным, немалая заслуга председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко, который, чтобы внедрить подобную практику, обратился к президенту Республики Беларусь. Когда изучали подход, кому в первую очередь нужен для того, чтобы было честно и открыто, то мы объективно увидели, что этот дом нужен сегодня в первую очередь медикам. О чем, в принципе, в распоряжении президент поддержал нашу, так сказать, идею. Было принято такое решение для того, чтобы улучшить условия проживания, оперативности решения, так сказать, вопросов, связанных с лечением. То, что врач находится очень близко к рабочему месту. Медики вкладывают свои силы, чтобы сохранить наше здоровье. А для того, чтобы они жили в комфортных условиях и вблизи от своего места работы, из областного бюджета было выделено порядка 7,5 миллионов рублей. Нашли деньги из бюджета, области дополнительно. То есть не забрали от какого-то другой категории граждан, не переместили сюда какой-то дом, который планировался в другом месте города, а изыскали деньги из экономии, выделили эти средства, для того, чтобы направить их на создание благоприятных условий для жизни медицинских работников. Всего за 6 месяцев компания «Брежилстрой» возвела дом на 5000 квадратных метров в шаговой доступности от областной клинической больницы. Наша задача была встретить срок, добросовестно выполнить задание, поручение. Мы за 6 месяцев, начиная от первого, как говорится, котлована, выполнили это задание. Сегодня такой торжественный момент – отчитаться перед работниками медицины, что мы можем делать и такие дома. При строительстве использованы материалы белорусского производства. Дом сдан с чистовой отделкой. В нем 80 квартир от одной до трех комнат. Это уютная десятиэтажка типовой застройки. Где все сделано на совесть. Но главный представитель застройщика пообещал, при возникновении вопросов с ремонтом первые пять лет можно смело обращаться. Помогут. Постепенно жильцами дома станут порядка 200 семей медицинских работников, которые уже начали заселение. Одни из тех, кто стал счастливыми обладателями своего жилья – семья Адамчук. Анна – медсестра операционного отделения. И до этого они с мужем и маленькой дочерью ютились в общежитии. Еще на этапе распределения квартир Анна вытянула первую на первом этаже. И это стало счастливым знаком. Я в детстве свое все провела тоже в первом этаже и тоже в первой квартире в своем родном городе. Поэтому, когда я вытянула первую квартиру, я очень сильно обрадовалась. До получения этой шикарной квартиры мы жили в общежитии, которое нам предоставила моя организация. Жили мы в одной комнате, втроем. Очень ждали, прямо ходили здесь, гуляли и ждали, и надеялись, что вот жить бы нам в этом доме. И когда мне позвонили и сказали о том, что мне дают, иди подписывай документы, у меня просто слезы потекли от того, что неужели свершилось о том, что мы ходили и говорили. Теперь представители самой благородной профессии будут не только обеспечены жильем, но и останутся жить и работать в Бресте. Ведь, как известно, кадры решают все. Конечно, сегодня текучесть кадров, а самое главное, закрепляемость людей на рабочем месте, это очень важно. Потому что все знают, кадры решают все, и от того, кто будет работать, зависит, какая помощь будет оказана. Поэтому мы очень были заинтересованы в том, чтобы этот дом был построен, построен в нашем больничном городке, недалеко от рабочего места. И сегодня из 130 нуждающихся, стоящих в очереди на получение жилья, 80 семей стали счастливыми. Это праздник для нашей больницы. Сегодня придут наши сотрудники и те, кто болеет за тех, кто получил. Потому что это дети, это взрослые. Но в целом, вы видите, получили квартиры, это молодежь. Молодежь, это люди плюс-минус до 30, немножко старше 30 лет. Поэтому это те, кто будет нас лечить завтра, те, в ком мы заинтересованы, те, кто уже многое умеет делать, и те, кто, мы надеемся, останутся работать в больнице. Вообще у нас 22-й год был, в общем-то, удачный для больницы. Несмотря на все происходящее вокруг, мы вернулись до ковидным объемом оказания медицинской помощи. Мы получили статус научной организации. Сегодня являемся единственными среди региональных больниц, которые имеют такое звание. Совершена проектно-смертная документация на новый хирургический корпус нашей больницы. Ну и как подарок к 22-му году – это арендный дом. Но строительство дома – это еще только первый этап решения жилищного вопроса медицинских работников. Далее планируется реконструкция общежития областной клинической больницы. На этот счет уже имеется соответствующее распоряжение губернатора. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Итоги недели. В эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем. 25 лет назад два офицера Советской Армии оставили службу и создали компанию «Стим», ставшую одним из флагманов экономики Брещины. История создания и развития одного из крупных предприятий региона – очередное доказательство того, что при трудолюбии и интересной идее в Беларуси есть возможность делать прибыльный бизнес буквально с нуля. Сегодня «Стим» поставляет свою продукцию в страны СНГ, Прибалтику, Польшу, Марокко, Сирию. География самая широкая. За четверть века предприятию удалось многого достичь благодаря слаженной работе руководства и коллектива, а потому и торжество по случаю юбилея получилось таким громким и ярким. В чем секрет успеха «Стимовцев» наш корреспондент Анастасия Мелешкевич узнала у генерального директора группы компании «Стим» Дмитрия Черненко. В Беларуси с каждым годом появляется ряд высокоинтеллектуальных предприятий, способных конкурировать с мировыми корпорациями, невзирая на многократное финансовое превосходство. Наше государство поддерживает талантливых людей и умные компании, и некоторые из них сегодня активно осваивают международные рынки. Одно из таких – брестское предприятие «Стима». Сегодня технику этого предприятия уже знают и уважают практически на всех континентах. Мы начинались с идеи потребности в технике для разметки дорог. Получилось так, что мы торговали не разметочными, а самыми разными строительными красками. Однажды узнали, что среди красок есть такие краски, как краски для дорожной разметки. Мы стали их предлагать нашим дорожникам и выяснили, что они красят кистями. Допустим, у облдорстроя было 200 километров дорог на обслуживание, а красить было нечем. И когда мы про эту проблему узнали, мы стали заниматься поиском машины для дорожной разметки, чтобы они могли покупать нашу краску. Нас интересовала именно продажа краски. В итоге мы нашли немецкую машину, предложили им. Она оказалась для них крайне дорогая на те деньги, которые тогда были. Но когда мы посмотрели на нее внутри, мы поняли, что такую машину собрать можем сами. Мы договорились с облдорстроем, что мы собираем машину за свои деньги. Если она им нравится, они потом комиссии ее смотрят, то они ее покупают. Оговорили цену, заключили договор. Мы за 4 месяца в гараже собрали первую машину, предложили им. Они вызвали целую комиссию, включили машину, она поехала красить. С этого началось производство машин. А машины создали рынок для материалов. Когда мы насытили рынок в Беларуси сначала техникой, после этого этой технике нужна была краска. Поэтому через 6 месяцев после начала запуска производства машин мы запустили производство материалов. Вот так мы пошли. История создания и развития одного из крупных предприятий – очередное доказательство того, что при трудолюбии и интересной идее в Беларуси есть возможность создать прибыльный бизнес буквально с нуля. Сегодня Стим поставляет свою продукцию в страны СНГ – Прибалтику, Польшу, Марокко, Сирию. География широкая, а секрет такого успеха один. Есть одно слово – профессионализм. Мы должны быть просто профессиональной окружением. Есть две вещи, пожалуй, в коллективе, которые я бы выделил. Первое – это пассионарность, страстность, энергичность. И второе – это профессионализм. Вот две этих позиции позволяют расширять географию присутствия. Мы должны быть просто на голову профессиональнее, чем окружающая среда. И тогда мы начинаем расширяться и захватывать новый регион. И, конечно, должна быть достаточно пассионарности для того, чтобы было силы и энергии на это развитие. Вот две позиции. Сегодня «Стим» – 16 различных видов деятельности. Это многоотраслевая компания, где продукт одного подразделения является необходимым дополнением для следующего. У нас почему так много направлений? С одной стороны, все вокруг безопасности дорожного движения, вся тематика вертикально интегрирована. С другой стороны, совершенно разные направления деятельности. То есть, с одной стороны, мы плавим стекло, с другой стороны, мы занимаемся синтезом смол, с третьей стороны, мы строим дороги, с четвертой стороны, мы производим лакокрасочные материалы. Это все совершенно разнородные области жизни. Или там производим асфальт с бетоном. Но это просто интересно. Каждый раз ты, когда занимаешься новой темой, и ты дилетант в этом вопросе, и это очень здорово. Как только ты что-то освоил, становится скучно. Поэтому двигаемся дальше. Наверняка многих сейчас волнует вопрос, как Брестская компания может конкурировать с мировыми корпорациями. В чем секрет такого успеха? Ответ на этот вопрос оказался довольно прост. Самый большой секрет успеха – это коллектив. Самое главное – это люди. Эти стены, эти станки ничего не стоят без персонала, который у нас есть. Люди у нас очень хороший коллектив. С ними можно преодолевать любые сложности. Мы же все эти годы живем, как на вулкане. Наш бизнес абсолютно адаптивен за 25 лет существования. Я не помню какого-то года, который был бы спокойным. То одного не хватает, то другого, то одни события происходят, то другие события. Кризис за кризисом. И, конечно, коллектив это очень сильно сплачивает. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, это делает всех максимально мобильными, максимально шустрыми, максимально энергичными и максимально близкими друг к другу. Поэтому секрет, пожалуй, основной – это, конечно, коллектив. С ними можно в огонь и в воду. Неудивительно теперь, что за четверть века предприятие кардинально разрослось. Многого достигло. Ведь ценность его не только в машинах и механизмах, а прежде всего в людях, здесь работающих, настоящих профессионалах, без которых не было бы столь качественного результата. Есть разные люди. Но ядро основное, оно очень однородное. И поэтому, если попадает человек, который ни из этого, ни этим духом дышит, он так или иначе отторгается. Остаются только те люди, которые близки по духу. Поэтому в смысле близости по духу, наверное, нет принципиальной разницы между должностью. То есть человек самого высокого уровня должности, самого низкого, близость по духу, она их объединяет. А так, конечно, все разные. И уровень ментальности немножко отличается в зависимости от статуса. Уровень образованности, он тоже очень важен, он тоже, конечно, отличается. Но вот, пожалуй, любовь к своему делу, она объединяет все эти статусные различия. Грамотный подход, руководство плюс таланты коллектива сотрудников – это тандем, который выстоит при любых условиях. А потому и торжество по случаю юбилея получилось таким громким и ярким. Самые талантливые, амбициозные и креативные были награждены почетными грамотами и благодарностями. За руководителями стоит коллектив. Они делают предприятие своим трудом. Стим – это не только сегодня предприятие с его производственными площадями. Это живой организм. Поэтому как живому организму Бог помощь. Скоро уже будет 15 лет, как я работаю в компании. Начинала со специалиста по кадрам. Пришла в компанию практически молодым специалистом. И карьерный рост у меня закончился, не закончился, надеюсь, еще на сегодняшний день замдиректора. Почему выбрала компанию? Потому что компания для меня интересна своими взглядами, своими целями, своими стремлениями, своими ценностями, своими идеалами. И за все практически 15 лет ни разу не разочаровалась. То, что меня сегодня отметили, это было сюрпризом. Я не знала, что это будет. Очень приятно. И, конечно, я это заслужила. Очень много сделано. Очень много людей, которые работают в компании, привлечены в том числе мной. Очень многие карьерные треки, которые выстроены, не сделаны с моей помощью. Очень приятно, но неожиданно. В данной фирме я работаю более 12 лет. В фирму я пришла совсем случайно. Работала в бухгалтерское подразделение. Бухгалтером была. Ну, так сложились обстоятельства, что в данной фирме, конечно, очень легко и хорошо работать. Очень сплоченный коллектив. Такого я не встречала на всех предприятиях, в которых я работала. Ну и, соответственно, дальнейшая карьера моя продолжается. Хочется, чтобы мы не одну пятилетку так встретили, группы компаний «Стим», чтобы наше предприятие только разрасталось, процветало. Ну и дальнейших успехов нам всем. «Стим» – это пример того, как при большом желании и креативном подходе, трудолюбии и ответственности можно начать с небольшого бизнеса и уверенно двигаться вперед. «Стимовцы» оттолкнулись от берега, выбрали нужное направление и четко ответили себе. Куда плыть, используя золотую формулу «цель плюс дисциплина равно результат». С давних времен пришла к нам истина. Весенний день год кормит. Как это ни банально, но каждый год подтверждает ее актуальность. 2023 не стал исключением, ведь задачи, которые поставил Александр Лукашенко перед аграриями, внушительные. А для того, чтобы все они были выполнены безукоризненно, важно наличие и подготовленность техники. Не зря говорят «Парк сельхозтехники – сердце колхоза». А еще от того, насколько качественно хозяйства подготовились к посевной и как слаженно ее проведут, во многом зависит будущий урожай. Наша съемочная группа побывала на одном из филиалов сельскохозяйственного предприятия Каменецкого района Открытого акционерного общества «Беловежский Отечество». Готова ли техника к выходу в поля, какая работа была проведена? Ответы на эти и другие вопросы в следующем сюжете. Посевная началась. Так считают люди, увидев вышедшие в поля тракторы. Но аграрий точно знает, что посевная начинается раньше. С приобретения качественных семян, закупки минеральных удобрений и, конечно же, с подготовки техники. Без перебойной работы, которой не проведешь качественного сева в агротехнические сроки. Предприятие Открытого акционерного общества «Беловежский» доказывает это на деле. В таком большом хозяйстве техники по определению должно быть много, только посевные площади с учетом филиала Отечества занимают более 40 тысяч гектаров земли. На сегодняшний день у ОВА «Беловежский» достаточно крупное предприятие. Мы обрабатываем более 40 тысяч гектаров земли. Конечно, для решения этого вопроса нужна техника. И техника нужна серьезная, энергонасыщенная и в достаточно большом количестве. Соответственно, для решения этого вопроса нужна и почвообрабатывающая техника, посевная и так далее. Обновили машино-тракторный парк. Кроме этого, приобрели сюда много и почвообрабатывающей, посевной техники, техники для внесения удобрений. И к нынешним весеннеполевым работам здесь техника уже подготовлена. В подготовке к посевной компании мелочей не бывает, а потому каждое хозяйство должно быть обеспечено хорошей, а главное – исправной техникой. Ее к гостехосмотру инженерная служба Беловежского готовила заранее. Впрочем, как и всегда. Все, что нужно, было отремонтировано, приведено в надлежащий вид. К началу весеннеполевых работ уже подготовлены и соответствующие агрегаты, без которых посевную не проведешь. Машины для внесения минеральных и органических удобрений, опрыскиватели, плуги, почвообрабатывающие посевные агрегаты, сиелки. Настало время государственного техосмотра. Ведь от готовности сельхозтехники зависит не только качество посевной, но и жизнь людей. Ведь сельхозмашины – полноправные участники дорожного движения, поэтому безопасности уделяется не менее пристальное внимание. По тем срокам, которые поставлены перед нами и председателем обл. с полкома, министерством сельского хозяйства, то хозяйство на настоящий момент, на 23 число, уже государственный технический осмотр тракторной техники состоялся в 100 хозяйствах. Ну, с учетом сегодняшнего дня будет и 120. На протяжении последних лет к вопросам подготовки государственного технического осмотра могу смело отметить о том, что более серьезно относятся и более ответственно. Почему? Потому что все понимают ту ответственность, которую несут за техническое состояние и обеспечение безопасности дорожного движения. обеспечения условий эксплуатации и полевых условиях эксплуатации. Поэтому и сам же результат, то, что число погибших, несчастных случаев сократилось в два раза. То, что мы проверяем тормозные системы и так далее, световая сигнализация, дорожное движение это очень важно, потому что, ну, это безопасно дорожное движение. Проверено уже фактически по району, у нас 430 тракторов, плюс 80 погрузчиков, проверено уже 70 процентов. Из них техосмотр прошли 92 процента. То есть, в принципе, на первичный техосмотр это хороший результат. По севной у нас вся техника, которая участвует, вся проходит техосмотр. Без техосмотра техника не выезжает на лиги. Как известно, на каждом предприятии самое главное и ценное – это люди. Именно поэтому для их комфорта руководство открытого акционерного общества «Беловежский» два года назад провели капитальный ремонт в мастерской отделения новоселки. Теперь, придя на работу, каждый может приодеться в комфортной раздевалке, отдохнуть и в полной боевой готовности могут приступать к посевной. Два года назад бывшее ООО «Восход Каменец» ввиду сложных экономических состояний было присоединено к ООО «Беловежскому». И, значит, руководство «Беловежского» провело здесь очень большой объем работ по приведению состояния машинного двора, машинно-тракторного парка в надлежащем состоянии. В целом Брестская область занимает лидирующее положение в республике. Обл. полком разработал такие условия, что стимулирует руководителей вкладывать деньги в благоустройство машинных дворов. За прошлый год, к примеру, было вложено более 15 миллионов. И мы имеем довольно хорошие результаты. Достойно выглядим и на областных смотрах, конкурсах машинных дворов, и на республиканском конкурсе. Занимаем, соответственно, призовые места. «Самое главное – это люди. Поэтому самое большое внимание на нашем предприятии мы уделяем бытовым условиям, в которые люди приходят из дома, когда они приходят на работу, заходят, они должны зайти в комфортную обогреваемую раздевалку, переодеться в рабочую одежду и приступить к работе. После ее окончания, соответственно, прийти опять же в раздевалку, переодеться в одежду чистую и уйти домой». Когда точно начнется пассивная кампания, на этот вопрос аграрии затрудняются ответить. Должна установиться стабильно теплая погода, чтобы почва прогрелась до нужных показателей. Но первый регион всегда приступает к пассивной первым. Анастасия Мелешкивич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». Десятая юбилейная выставка под рабочим названием «Початок молодежного проекта «Усе разом»» открылась в выставочном зале на Советской. Молодые креативные художники региона, полные энергии и оптимизма представили на суд зрителей свои работы в разных техниках и стилях. Проект «Усе разом» существует для того, чтобы художники, которые только открывают в себе мастеров кисти, могли выразить свой творческий потенциал, поделиться взглядом на окружающий мир и на себя в искусстве. Всего в выставочный отбор в этот раз прошли 37 талантливых авторов. Наша съемочная группа побывала на открытии экспозиции. Живопись, акварельная работа и графика, лирические пейзажи, городские зарисовки, классические портреты и смелое современное искусство. Экспозиции молодежного проекта «Усе разом» всегда подкупали зрителя своей новизной и творческим разнообразием. В 10-й юбилейный год на суд зрителю представили свои полотна 37 талантливых авторов. Это у нас 10-я юбилейная выставка арт-проекта «Усе разом», молодежного арт-проекта «Усе разом» под таким рабочим названием «Початок». Хотя у нас по условиям участия художников в этом проекте принимают участие с 18 до 40 лет, но для всех, для них всё равно «Початок». У каждого своя цель, и каждый её достигает по мере возрастания. Главная цель проекта – помочь молодым авторам выйти в публичное пространство и заявить о себе. Выставляя свои работы на суд опытных профессионалов, с каждым годом юные художники чувствуют себя всё увереннее, а их талант раскрывается с новой силой. На выставке представлены два моих произведения. Это работа «Безмятежность». Я очень люблю писать природу, она меня вдохновляет. На самом деле, где мы берём ресурс? Мы берём ресурс в природе. Поэтому это очень классно, это расслабляет, и хочется писать то, что тебя именно отвлекает от будничной суеты. А вот в творчестве Натальи Заяц переплетаются фольклорные мотивы и современность. На выставке она представила городской пейзаж и два натюрморта. Это самовар, его нужно рассмотреть на драпировке. Драпировка старая, самотканная, наша белорусская, которая когда-то была соткана бабушками, украшала дом. И теперь пришла ко мне по наследству и захотелось написать. Среди 94 работ экспозиции всего один арт-объект, сделанный из гипса и бумаги Мариной Балек. А её художественная работа выполнена акрилом на холсте. Вся композиция представляет собой единую фантазию к сказке «Алиса в стране чудес». Мы участвуем уже не первый год, и я знаю, что это такое. Но в данном случае я бы хотела сказать и всегда говорю, что искусство, оно вообще для каждого. И у каждого есть эта творческая жилка, и не стоит стесняться и закрепощаться. Нужно раскрываться и всячески пробовать различные материалы. Выставка свидетельствует о немалом количестве молодых талантливых художников. Одни из них делают первый шаг, другим необходимо оттачивать мастерство, а третьи уже известны в Беларуси и за её пределами. Проект необходим для будущего в искусстве, ведь каким оно станет, зависит от молодёжи. Поэтому необходимо сделать всё возможное, чтобы каждый получил шанс на самовыражение. Людмила Логодич, Едуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остаётся только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Подведём итоги ровно через неделю. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова